Съемочная группа ЗАП-ТВ продолжает наносить на карту Читы адреса аварийных домов. В абсолютном большинстве жителям этих строений приходится ждать расселения с десятилетиями. Обладателям квартир по 1-й Краснодонской 70 как бы повезло. Их как бы расселяют, но по порядку. Падают пилиты перекрытия, у нас печное отопление и вот эти стояки, которые идут с 1-го через 2-й этаж для того, чтобы печи топились, они находятся в аварийном состоянии. Топить печи нельзя, иначе может произойти возгорание. Где-то там осыпались уже даже кирпичи и стены дома расходятся. То есть начиная от первого этажа до второго стены расходятся по торцам и балки перекрытия тоже соответственно расходятся. Дом признали аварийным в 18-м году. Срок расселения назначили на 20-й. К означенной дате случился дефицит бюджета в городской казне и программу приостановили. В 23-м году комитету градостроительной политики были выделены средства на покупку квартир в муниципальную собственность, дабы реализовать программу. И было даже запланировано приобретение четырех квартир. Но мы помним дефицит бюджета. И дальше произошло следующее. Для достижения выполнения плана центров экономического роста и своевременной сдачи строящихся на территории ЧТ-объектов городская администрация перераспределила деньги на свое усмотрение и перенаправила их на возведение трех спортзалов в школах. Вот этот документ. Расселение людей отложили еще на год. В феврале 24-го года жителям дома, правда не всем, стали поступать звонки с информацией о грядущем расселении. Были выбраны только четыре квартиры, причем без учета первоочередности. Созванивались с руководством, ходили как бы, ну от моей стороны представитель, так скажем, узнавали, почему я не включена в список, так как у меня двое детей как бы несовершеннолетних, и я их воспитываю одна. Это первый момент. Второй момент. Кроме данной квартиры у меня ничего в собственности нет. На что они ответили, что был до этого сотрудник работал, который рандомно расселил, то есть он подал списки на расселение, как я поняла, первый подъезд, несмотря на документы, кто идут первоочередные. Но путем переговоров с руководством, с начальником отдела, который курирует данный вопрос, мы пришли к тому, что да, списки поменяли, и меня включили в этом году на расселение. В результате квартира для семьи Яны была закуплена в августе текущего года, но ключи ей все еще не выдали. Мне сказали так, что это примерно займет два с половиной, три месяца. Я спрашиваю, почему? Почему так долго, когда уже нужно просто подать документы в Росреестр и переписать квартиру? На что они мне говорят? Есть какие-то руководящие документы, то есть не знаю, приказы, не приказы, то есть до меня это не было доведено, какие конкретно документы. То есть это такой порядок переписки квартиры. То есть сейчас они мне сказали, что нужно будет сделать оценку квартиры, которая куплена заново, потому что прошли сроки якобы там чего-то, хотя при покупке квартиры в кадастровом паспорте все видно, сколько стоит данная квартира, когда приобретается. То есть они ее купили по определенной цене. Сейчас они хотят сделать какую-то оценку, и они мне сказали, что еще раз нужно будет сделать оценку, опять же, моей квартиры. Я говорю, у меня вопрос, а что изменилось? У нас прошел год. Нет, прошло определенное количество месяцев, дней, что нужно заново делать оценку квартиры. С оценкой квартир переселенцев вообще беда. Они выборочно сделали оценку жилья. По какому принципу это выбиралось, неизвестно. На вопрос, почему пятой квартиры нет вообще нигде в списках, а мы вас вообще не подавали, потому что вы там на 25-й год. Ну, представляете, одна квартира останется в восьмиквартирном доме, который падает. Печи топить нельзя. В нашей квартире само печное отопление, оно не рабочее. Если мы затопим печь, мы рискуем спалить весь дом. А как вы живете? Мы здесь не проживаем. Я живу вот в поселке Засобкино, участке в будке от машины. Это тоже не все. Если после проведения оценки стоимости аварийного жилья цена прежней квартиры окажется меньше, переселенцы должны будут выплатить городу разницу. Власти, опять же, как бы идут навстречу людям. Предлагают выплачивать сумму в виде беспроцентного займа в течение пяти лет. Все ответы жителям этого дома поступают только устно, при личных встречах, либо по звонку. Документов, подтверждающих прохождение всех этапов по расселению, нет. В конце августа я с ними созванивалась. Они сказали, ну мы там запустим процедуру, чтобы сделали оценку жилья. Ну вот специалист, который оценку жилья делает до середины сентября в отпуске. Наступила середина сентября, я им позвонила. Они мне сказали, мы подали на закуп жилой площади, да, то есть мы будем приобретать квартиру. Ваша сумма пять семьсот. Я говорю, ну как бы оценку-то сделали, нет, не сделали. До конца текущего года должны расселить всех жителей этого дома. Якобы есть необходимое финансирование. Что будет в двадцать пятом, неизвестно. Ясно, что процесс закупки жилья в муниципальную собственность в Забайкалье и Чете не отлажен совсем. И по сути, сами нуждающиеся ищут собственников, согласных продать квартиры, и даже изучают условия аукционов. Чиновникам нет до них дела. Во время последней встречи людей с представителями комитета градостроительной политики, те пообещали, что новый состав городской думы решит все проблемы переселенцев. Непонятно, что это было, сарказм или издевательство. А пока власть решает, что бы еще выдумать, жители дома направили жалобу в краевую прокуратуру. Юлия Банщикова, Евгений Погорелый и Иван Дементьев. ЗАПТВ